Друзья, я всех рад приветствовать! Мы находимся в BMG Drive, это снова рубрика Огонь на поражение. Казалось бы, мы уже с вами использовали огромное количество видов вооружения, которым можно сотрудникам полиции остановить преступников, которые не останавливаются по требованию ДПС. И действительно, многие из них хорошо сработали. Последнее оружие было, друзья, зенитный артиллерийский комплекс, который был установлен на холме. Отработал он хорошо, но все равно это не то, что остановит каждого из водителей, который не останавливается. Нам необходимо что-то инновационное, что-то то, что в 100% случаев будет останавливать вот таких вот преступников, которым все равно. И, друзья, хочу представить вам сегодня это, конечно, похожее что-то на зенитный артиллерийский комплекс, только чуточку пожестче. И перед вами, представляю вашему, вниманию, зенитный ракетный комплекс. И одна такая ракета способна, не знаю, мне кажется, ликвидировать даже танк. Эй, эй, подожди, только не стреляй, ведет, ведет, уже преступника ведет. Так, отмена, отмена, подожди, пока что рано, пока что рано. Страшная вещь, потому что, друзья, смотрите, буквально ракетку пускаем, как салют. Оп, давайте, улетела. С какой огромной скоростью, друзья, улетают ракеты. Еще одну. Оп, полетела ракета. Я не знаю расстояние, до которого может достигать эта ракета. Но, более того, друзья, вот эта установочка ракетная может делать вот так вот. Вы просто представляете? Ну что это, если не оружие, которым, ну, легко можно остановить транспортное средство? Вопрос только, единственном, остановит ли? Потому что зенитка себя проявила не очень хорошо в прошлом выпуске. Посмотрите, кто не смотрел. Ну и, конечно, друзья, как вы понимаете, здесь можно наводиться в ручном управлении. Правда, с зениткой у меня в ручном управлении получалось все очень печально. Я, конечно, задел машину, но здесь уже ракета. Хоть и множество ракет у нас есть, но давайте попробуем. Возможно, получится. И с первого раза мы остановим в ручном управлении. Эта вещь, мне кажется, страшнее, чем зенитка. Итак, наперед стреляем. Давай, пусть ракета пошел. А ну. Рядышком был. Так, стоп. Давай еще раз. Тихо, главное... Главное не... А, нет! Черт. Ну, опять начинается. Опять не туда, куда надо. С зениткой сколько раз попадал. И ракета. Я сейчас перепутал немножечко. Ну, вроде... Это волной. Это же волной откинуло. Ну, задело. Гелик задело. Видно. Деформация видна. Пожалуйста, стекла все разбиты. Взрывной волной очень сильно повредило. Ну, нас-то вообще... Все, ликвидировало абсолютно сотрудников полиции. Но и очень хорошо повредило Гелендваген. Но у нас есть возможность, я думаю, его дострелять. Потому что здесь радиус очень большой. И почему бы стоять? Давай, давай, пошел! Блин. Есть! Есть! В последний момент! Остановился. Блин. Друзья, здесь достаточно ручного управления. Я просто в это не верю. Оказывается, радиус взрыва такой огромный. Наверное, несколько десятков метров, что способен легко остановить. То есть не надо прям ровно прицеливаться в машину. Это не зенитка, которая 10 сантиметров от колеса попадает и ничего не происходит. Вот посмотрите, говорю еще раз, в прошлый выпуск кто не смотрел с зениточкой. А здесь все. Мы остановили полностью. Двигатель заглох. Друзья, вы тоже можете стать настоящим полицейским и следить за порядком, который должны уже соблюдать не боты, а реальные игроки. Сделать это вы можете в криминальной России на проекте Радмир. Огромный мир, в котором преступность не дремлет ни минуты. От мелких нарушений по типу превышения скорости до сенсационных ограблений и убийств. Следите за порядком, проводите спецоперации и штурмы. Получайте новые звания и премии за хорошую службу. Кто знает, возможно именно ты станешь генералом, который будет управлять огромным полком полиции. А может быть ты будешь плохим копом и наоборот станешь на сторону преступности. Здесь решать только тебе. Обязательно регистрируйся по моей ссылке в описании. Ведь именно за это ты получишь 75 тысяч рублей и 3 дня золотого вип-статуса. Что очень облегчит твою начальную игру. Ну а если ты уже в игре, то вводи через меню мой промокод MAXDIP большими буквами слитно. Я здесь играю уже 7 лет и буду очень рад видеть тебя. Приятной игре. Если приноровиться, друзья, мне кажется, что будет достаточно одного выстрела. Главное попасть просто близко к транспорту. Давайте вот так вот. Все, огонь. Огонь. А ну-ка замедляем. Смотрим внимательно, где наши ракетки. Так, ракетки приближаются. Вижу препятствия. Рано. Слишком рано. Нет, недостаточно. Нужно еще парочку пустить. Давайте отсюда пустим одну. Отсюда и отсюда. Ну, слишком много, конечно. Вот сейчас точно попадем. Сто процентов попадем. Все, ракеты летят. Ракеты. Первая пришла. Вторая. Одна близко будет прям совсем. Скорее всего, она гель уже и остановит, я так понимаю. Все, рядышком. Что? Сзади. Обалдеть. Мимо. Так, а у меня ракеты еще остались? Нет? Или это конец? Я так полагаю, что еще одну хотя бы. Нет! У меня ракет больше нету. Все. Машина проехала. Ну, скажу вам, что попадать в любом случае достаточно сложно таким образом. А что, если мы будем действовать с помощью наведения? Все. Цель уже есть. Мне кажется, я отсюда могу пустить. И наверняка ракета должна попасть. Итак, пуск. Все. Эй! Блин, я сам себя сейчас повредил. Так, рано. Рано пустил. Посыпало все с горы. Поехали. Не понял. А где ракета? А ракета есть? Где ракета? Не понял. У нас что? Мы, кажется, повредили. Мы, кажется, друзья, здесь все повредили. Ну, наведение идет. Давай еще одну. А где? Эй! Где ракеты? Ракет нету. Мы повредили только что взрывом. Сами себя. Но, как я понял, сам выстрел происходит чуть ниже прицела. Поэтому немножко стоит пропустить. Так, цель наведена. Одной ракеты должно быть здесь вообще достаточно. Еще немножко пропустим. Чувствуется, что я задену сейчас опять землю. И теперь... Работаем. Полетела. Ох, как она... Она наперед, кстати, полетела. Заметили? Наперед летит. Но я думаю, что попадет. Здесь уже самонаведение, друзья, работает. Абсолютное. И ох, я вижу эту ракету. Я вижу. Обалдеть, она ровно летит. Она просто ровно под кол... Ого. Достаточно. Насколько ровно. Это уже не зениточка. Это не зениточка разлетается на кусочки гелик. Я не знаю. Но остановит ведь наверняка. Наверняка остановит. Или... Или поедет. Идеально. Все, гелик остановлен, друзья. Навряд ли без колес куда-то ринется дальше. Есть! Остановил! С одной ракетки! Блин, как же это удобно. Друзья, я нашел идеальное оружие. Самое главное, близко с сотрудником не выпускать ракету. А так, это настолько идеально. Сейчас еще раз проверим на уходе. Допустим, если стрелять гелику вслед, успеет ли ракетка его догнать? Итак, проезжаем мимо полиции. И... Одну ракету. Все, все. Как она угол подрезает, а? Вы только заметьте, как угол красиво подрезало. И ровно наперед. Ну, блин, это идеально. Это просто идеально. Все, гелик разлетелся. Еще и в деревья. И еще... Вау! Но это уже уничтожение. Это просто уничтожение. Обалдеть! Я нашел, мне кажется, идеальную систему. Я, знаете, что думаю? А нужны ли после этого сотрудники ДПС? Мне кажется, нет. Вот после увиденного, я думаю, сотрудники вообще здесь не нужны. И вопрос. Ладно, на участке этом. Так может быть, все-таки на большом расстоянии это действует? Итак, друзья, внимание. Сейчас я хочу, чтобы вы увидели расстояние до автомобиля. Прицеливаемся. Обратите внимание, насколько далеко. Несколько километров до автомобиля. Плюс мы еще попробуем поехать. Слушайте, ну это слишком далеко. Если сейчас это сработает, то... Ну, ДПСникам просто можно будет пить чай спокойненько. А ну-ка попробуем. Давай одну ракетку пустим. Есть, ракетка полетела. Срочно. Валим, валим, валим. Валим, валим, валим на гелики. Да ни хрена себе, блин! Обалдеть! На таком расстоянии! Как же хорошо сработало! Все, мы не едем никуда! Подожди, а если бы мы на скорости были? Это что за чудо вообще? Это что за чудо средства, блин? Мне интересно, если мы, допустим, возьмем скорость около 200 км в час. На скорости попадет ли эта ракета в машину? Если сработает, ну это просто лучшее оружие. Итак, скорость у нас уже под 160 км в час. Пускаем одну ракетку. Одной будет достаточно. Есть, есть, хорошо. Страшно выглядит на самом деле. Но я вообще успею ее увидеть. Она прилетит. Я вижу! Обалдеть! Обалдеть! На такой огромной скорости! Она настолько хорошо самонаводится, настолько четко попадает и не оставляет, что самое главное, никаких шансов. Ну хорошо, давайте, допустим, попробуем на еще большем расстоянии. Друзья, чтобы вы понимали, я просто сейчас постараюсь показать. Но это, но это слишком далеко. Это уже сколько? Десятки километров уже получается. Если сейчас она способна будет попасть, то, извините, она летит вообще, нет? Что-то не видно ее. Пока не вижу ракетку. Обалдеть! Сколько секунд прошло? Я пытался там ее разглядеть, она из ниоткуда просто появилась. Но что это за оружие? Но что это, блин, за оружие? Хорошо, давай еще дальше. Но я надеюсь, здесь ты меня уже точно не достанешь. Друзья, сейчас, чтобы вы понимали, расстояние... Ну я, я не знаю, несколько десятков километров я потерялся. Я даже не вижу эту гору. Где она? С какой стороны? Она где-то там, дальше. Я не понимаю, друзья. Все, я потерял. Вот где-то здесь только сейчас. Обалдеть! Вот это расстояние. Если сейчас попадет, ну... Итак, пуск ракеты. Ракета пошла. Смотрим внимательно. Давай. Все, долетела бы уже? Или нет, как вы думаете? Но я бы ее уже увидел. До сюда, к сожалению, долететь она уже не способна. Но шансы, в любом случае, у нее были большие. Чего? Серьезно, что ли? На таком расстоянии? Еще и вверх? Это что? Я ее даже не заметил. Я просто ее не заметил. Что за оружие? Вы понимаете, что единственное, что может спасти от этой ракеты, это исключительно какой-нибудь холмик. Да? То есть, если мы спрятались в холмик, она навряд ли горы облетает. Блин, если она горы еще облетает. Так, все, я за камешек, пожалуй, спрячусь. Сейчас попробуем пустить побольше ракет. Все. Две ракеты, я думаю, достаточно будет. Но она здесь никак не облетит, в любом случае. Мы же понимаем. Она врежется... Должна... Сколько секунд тогда прошло? Секунд 10. Я понимаю, да, у нее есть определенная скорость. Она все эти десятки километров пролетает. Но, оказывается... Чего? Чего? Как? Сквозь? Она что, через верх облетела? Я не понимаю сейчас. Так, дайте мне за гору спрятаться. Они, получается, облетают... Облетают каким-то образом гору или что? Так, я здесь, если что. Тихонечко еду, никому не мешаю. Спрятался хорошенько. Меня уже 100% не видно. Прям никак вообще. Опа! А, вижу! Вижу! А, как-то она обошла все-таки гору. Она как-то каким-то образом... Либо я просто неудачно встал сейчас. Я думал, что там, скорее всего, левее было. Понятно. В общем, друзья, да, за гору спрятаться можно. Все, за гору спрятаться можно. И в любом случае, на таком расстоянии... Ну, это оружие номер один. Конкретно в нашей рубрике «Огонь на поражение» это самое лучшее оружие, которое могло только быть. Лучше пистолетов, гранатометов, миниганов. Даже лучше, чем зенитная установка. Это номер один. Я просто заявляю. Из всех роликов «Огонь на поражение». Поэтому, если вам, друзья, понравился этот выпуск, обязательно, пожалуйста, не забывайте поддержать его своим лайком. Также пишите свои интересные идеи. Самые лучшие я обязательно рассмотрю и реализую. А каждого из вас я благодарю за просмотр. Желаю всем удачи. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok